18 век в русской литературе это прежде всего век ускоренного ученичества вот необыкновенно интересно наблюдать как быстро набирает русская поэзия новую высоту вбирает в себя все накопленное мировой культурой с тем чтобы в 19 веке достичь высоты небывалой это связано в частности и с отношением к античной культуре античной мифологии древнегреческой и римской и античной поэзии интересно что древнерусские книжники вообще не не знали античных книг их они не переводились на руси и что понимали люди древней руси об античности очень хорошо видно по сказанию мамаевым побоищем там частности говорит что татарский хан мамай молится своим нечестим богам магомету аполлону и перуну тут в куче и пророк магомет которому действительно мог бы молиться мама и и но только это не бог и и перун языческий и славянский бог и аполлон сюда же застесался как покровитель искусств и бог солнца но это все древнерусским книжникам неважно не интересно известно то что они нечестивцы и только петровская эпоха в числе многого разного приносит страну и интерес к античности и в частности соратник петра феофан прокопович специально разъясняет в предисловии книжки которые в двадцать пятом году в год смерти петра печатается в россии что это культура что это нужно знать и русские поэты очень естественно обращаются к этой самой античной культуре и к древнегреческим поэтому в частности они воспринимают древнегреческую поэзию но из рук и поэзии европейской конечно в которой уже давно принято называть например адаписцев успешных талантливых адаписцев пиндерами по имени древнегреческого поэта автора хвалебный ход победителем в спортивных соревнованиях и про ломоносова будут говорить что он пиндер здешних мест но пиндера не очень-то читали в россии это очень трудные стихи и очень мучительно их переводить и в переводе они тоже не очень понятны а вот необыкновенную популярность приобретает анкреонтические стихи 18 веке кредит это такой древнегреческий поэт который жил в шестом веке немножко в пятом и от него очень мало что дошло но вот у него ботка удивительная судьба целое направление в мировой поэзии стал называться анкреонтической лирикой и баслета на анкреонту писали другие поэты и воспевали они любовь пирушки радостное отношение к жизни и уже трудно отличить собственно говоря что написал анкреонта что его подражатели стихи подражателей входили в специальные сборники анкреонтической лирики и вот в таком виде все это попадает в нашу страну и есть известное стихотворение михаил васильевич ломоносов который называется разговор с анкреоном опубликованное уже после смерти ломоносова но при при жизни его распространял в списках было очень интересным для читателей ломоносов переводит какие-то оды анкреон и отвечает на них и это любопытное явление потому что она потом получит продолжение в последующей поэзии вот самая первая из этих от переведена ломоносовым так мне петь было а трое акадме мне бы петь да гусли мне в покое любовь вилят звенеть я гусли со струнами вчера переменил и славными делами алкида возносил да гусли поневоле любовь мне петь велят а вас герои более прощайте не хотят ломоносов перевел это стихотворение и смысл стихотворения анкреону понятен есть поэты которые хотят петь о героях то есть сочинять о да и успевать какие-то гражданские доблести а он анкреон хочет петь о любви а героев не хочет ломоносов отвечает ему от себя мне петь было о нежный анкреон любви я чувствовал жар прежней в согревшейся крови я бегать стал перстами по тоненьким струнам и сладкими словами последует стопам мне струны поневоле звучат геройский шум не возмущайте боли любовной мысли ум хоть нежности сердечной в любви не лишён героев славы вечной я больше восхищу даже непонятно что здесь важнее в этом стихотворении то что ломоносов следует за анкреоном отвечает на строчку строчкой перефразируя его же слова в своем переводе или то что он добавил от себя лично ответ ломоносова длиннее чем перевод стихотворения анкреон понятно что там все переворачивается ломоносов утверждает что ему кажется правильным петь героев гусли но такой знак дара его символ какого-то такого дара смешно что так он лиру переводит на русский язык как гусли ломоносов по неволе звучат геройский шум и это ответ о чем следует писать в первую очередь это не признание того что стихи о любви не имеет права на существование или тем более что любовь это неправильное чувство ломоносов пишет хоть нежности сердечный в любви не лишён героев славы вечной я больше восхищен но это буквальный это буквальный ответ это переворачивание смысла с некоторыми добавлениями и это включение анкреон то или анкреона как ломоносов говорит вот в русский поэтический обиход очень интересное продолжение получает эта тема в творчестве гавриила романовича державин в 90-е годы он пишет много стихотворений которые которые можно отнести к анкреонтической лирике и он в это время как раз очень подходит для того образа который сложился мировой литературе для для того представления о анкреоне который по его стихам можно составить сложить он не молод он немножко посмеивается над своей старостью и над отсутствием горячего желания девица смотреть его сторону но не отказывается от главных на его вкус и ценности жизни среди которых любовь пиры и и возлияние всякие и радости жизни ломоносов отвечает чуть-чуть ученически державин все пересаживает на русскую почву и это случилось не только со стихами анкреона у него есть чудесные совершенно зарисовки того как мерзнут греческие нимфы русской зимой он рассуждает о том что сказал бы анкреон о русских девушках но прежде всего интересно посмотреть на то как он переворачивает вот то самое уже известное нам стихотворение воду номер один петь румянцева собрался петь суворову хотел гром от лиры раздавался и со струн огонь летел но завистливой судьбой за дунайский кончил век а ромникский скрылся тьмою как не славный человек что ж приятно ли им будет ли раднесть твоя хвала мир без нас не позабудет их бессмертные дела так не надо звучных строев переладим струны вновь петь откажемся героев а начнем мы петь любовь если подробно не рассматривать каждую строчку этого интересного стихотворения все равно видно что она не сводится к ответу нет все-таки любовь они герои она во первых посвящена судьбам известных славных полководцев екатеринских времен румянцева и суворову она о том что судьба к этим полководцам не всегда справедлива или даже часто несправедлива и обращение к любви только как теме стихотворений вызвана не только тем что любовь петь приятнее чем героев а всякими очень сложными причинами и вот державин осваивает совсем на на другом уровне по другому эту самую античную тематику и его накриантические стихи шутливые грациозные ходасевич говорил про такую несколько неуклюжую стариковскую грацию с которой он воспевает любовь вот его накриантические стихи показывают как чудесно совмещается российская действительность российские девицы российские поля и и и леса и деревья и и погода с представлениями о об античной жизни об античных стихах есть частности такое знаменитые обращение к накриону то есть певцу тискому так его называют держать стихотворение русские девушки зрел ли ты певец тиски как весной в лугу бычка пляшут девушки российские и бычок это такой танец дальше описываются необыкновенные красоты этих самых российских девиц которые плечами говорят и каблучками перестукивают и какие у них чудесные как у них чудесный румянец и кончается все это стихотворение словами о том чтобы что если бы певец тиски видел этих прекрасных девок он бы гречанок позабыл ну и есть еще такие шутливые накриантические стихотворения которых мысль о наслаждениях жизни понятно что высказано державиным они переведена и при этом за всем этим как-то отсвечивает тень древнегреческого поэта вот есть такое знаменитое стихотворение которое называется шутливое желание а знаменита она потому что положенное на музыку оно звучит в опере чайковского пиквы дама если б милые девицы так могли летать как птицы и садились на сучках я желал бы быть сучочком чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях пусть сидели бы и пели вели гнезда и свистели бы водили птенцов никогда б я не сгибался вечно ими любовался был счастливее всех сучков вот это самая стариковская грация вот это самая полнота жизни присущие и державину и почерпнуты им столько же из собственной жизни сколько из стихотворений разных поэтов мировой литературы это такой новый этап это то к чему приходит анакриантическая поэзия в самом конце 18 века